Культура Древнего Китая История Китая насчитывает многие столетия. Сами китайцы называют свою родину Танься, что означает Поднебесная. Они верили, что Земля квадратная, а их страна находится ровно в центре. Небо же над ними имеет полукруглую форму. Жители Поднебесной еще шесть тысяч лет назад научились делать из желтой и красной глины сосуды очень красивой формы. Вазы, миски, чаши и блюда украшали узорами и рисунками. Причем их делали еще до того, как вещь обжигали в печи. Поэтому рисунки сохранились до сих пор. Чуть позже китайцы придумали лак. Им стали покрывать деревянную посуду, а также столики, шкатулки, музыкальные инструменты. Лак придавал вещам блеск, охранял их от влаги и делал их прочнее. Три тысячи лет назад появляются бронзовые сосуды. Они были нужны для принесения жертв духом природы и духом предков, которые охраняли китайцев. Такие сосуды отливали из меди и олова и украшали изображениями животных и узорами. Тогда же китайцы научились делать шелк. По легенде, царица пила в саду чай, и ей в чашку упал кокон бабочки. В горячей воде он стал разворачиваться. Царица была настолько поражена красотой и прочностью получившейся нити, что собрала тысячу коконов и соткала императору одежду. В других странах очень ценили шелк, но не знали, как его делать. Этот секрет китайцы бережно хранили, а за его разглашение полагалась смерть. Шелком торговали, и главный торговый путь даже получил название шелкового. Во втором тысячелетии до нашей эры были созданы гадальные кости. Символы, нанесенные на них, это самые древние знаки китайского письма, найденные археологами. Постепенно появляется все больше иероглифов. Их становится так много, что начинают составлять словари. Писали сначала на бамбуковых дощечках, затем на шелковых свитках. Согласно летописям, в 105 году цай Лунь изготовил первую бумагу. Изготовление бумаги тоже хранилось в секрете. Ее делали из волокон бамбука и старого тряпья. Их перетирали в кашицу, заливали водой и выкладывали в специальные формы. Потом трясли, чтобы волокна переплелись. После этого отжимали воду, высушивали бумагу на солнце, разглаживали и покрывали мелом. Для письма использовали кисти и тушь. Тушь была твердая, ее делали из сажи и клея. А в дорогую тушь добавляли еще ароматные вещества, гвоздику и мускус. Если при письме допускали ошибку, то осторожно вычищали ее металлическим ножом. До наших дней дошли сочинения древних поэтов и писателей, ученых и историков. От IV века до н.э. сохранился сборник «Шицзин», содержащий 305 поэтических произведений и стихи поэта Цюй Юаня. В I веке до н.э. Сыма Цянь стал первым китайским историком. А из научных работ известно, что уже в III веке до н.э. китайцы занимались астрономией, наблюдали за звездами и разделили год на 365 дней. Развивались математика и медицина, в том числе и глоукалывание. А знаменитый врач Хуа То применил местную анестезию при операции. Китайцы очень любили музыку, играли на струнных, духовых и ударных инструментах. Они говорили, слова могут обманывать, люди могут притворяться, только музыка не способна лгать. Развивались живопись и скульптура. Дворцы и погребальные комнаты украшали фресками. В гробнице знатных людей клали кувшины и ткани, украшения и музыкальные инструменты, глиняные и бронзовые фигурки. А самой знаменитой остается гробница правителя Циньши Хуандзи. Ведь кроме богатых украшений и дорогих вещей, недалеко от его гробницы было зарыто глиняное войско, обязанное охранять покой императора. Каждый из воинов сделан в полный рост и не похож на остальных, а ведь их больше восьми тысяч. Культура Китая оказалась очень прочной. Сколько бы Китай не завоевывали, он всегда сохранял свои традиции, с которыми со временем познакомился весь мир. И даже чай, 4000 лет назад завариваемый китайцами как лекарство, сегодня является ежедневным напитком для миллионов людей во всем мире.